Лунный свет крадет у тьмы владенья, Безмятежно развелась ночная тень. Завтра утром будет время Сделать всё, что не успеет. Привет, ребята! Как же много всего можно сделать из обычной бумаги. А вы когда-нибудь задумывались, как её делают? Нет? Тогда скорее присоединяйтесь к нам. Сегодня Арсений Бедюра и Настя Самаринкина расскажут вам об этом. Начинаем! Ребята, посмотрите, какую собачку я смастерила. Попробуем сделать так же. Да, только ей лица не пытаюсь. Конечно же, мы его обязательно дорисуем. Глазки, носик, ротик, да? Да, Ангелина, вот для собачки нам нужно два зелёных квадрата. Да. Ребята, а вы присоединяйтесь к нам. Мастерите вместе с нами. Нам понадобится два квадрата. Да, мы можем сделать треугольник. Сейчас мы сворачиваем, да, на половинку. Только Ангелина, из чего делается бумага? А давайте, кстати, об этом и поговорим. Из чего же делается бумага? Из дерева. Из дерева. Она что, растёт на дереве? Нет! Нет! Её изготавливают. Изготавливают, да? На бумажном цехе. Когда я была маленькая, то я думала, что бумага была из коры дерева. Давайте будем разбираться, как же делается бумага, растёт ли она на дереве или нет. Так, ты куда спешишь? Мой хороший, смотри, у нас получился... Вот так можно сделать. Какая фигура у нас получилась? Треугольник. Треугольник. Сейчас мы его переворачиваем и заворачиваем ушки вот так. Вот так. Вот так, чтобы у нас получились ушки. Получились. Так, голова наша получилась, да, голова собачки? Да. Замечательно. Эта фигурка очень простая. Сейчас мы берём второй листик, второй квадратик. Тоже его складываем наполовинку. У нас такие красивые разноцветные квадратики. Да, какой это цвет? Березовый. Ребята, давайте всё-таки разбираться, как получается бумага. Из чего, мы сказали, она делается? Она из дерева. Прямо вот так вот на дереве растёт? Нет. Нет, не растёт. А как происходит процесс изготовления, знаете? Её куда-то ложат, и она... Кладут. Да, её изготавливают на бумажном цехе. Сначала рубят дерево. Давайте, всё по порядку. Лесорубы рубят деревья, да, валят. А мы их разрезаем, чтобы получились маленькие брёвла, да? Потом их привозят на бумажный цех. Да. Потом их варят в специальной... Потом специальный станок что делает? Нарезает на маленькие-маленькие щепки. Ах, да. И эти щепки потом куда кладут? В большую кастрюлю с раствором. В котёл, да. И он варится. Потом из этого деревянного киселя... Выжимает жидкость. Выжимает жидкость и гладит. Утюжит её, да. Да, утюжит валиками горячими. И чтобы бумага стала... Какой? Гладкая. Гладкой. Да? Да. Вот так вот. И производится бумага. И ещё, чтобы она стала... Сухая. Да. А потом эта бумага поступает в магазин. И к нам, конечно, в руки. Да. Где обычная бумага нам может пригодиться? В школе. В школе, конечно же. Что мы делаем в школе? Альбом пишем. Пишем, конечно же. Даже не читаем. Книги читаем, Арсений. А нужно делать альбом для рисования. Да, альбом для рисования, разукрашки, да. Да. Я ещё знаю, для чего нам пригодится бумага. Для чего же? Для блокнотов. Для блокнотов. Для блокнотов и для оригами, которые мы сейчас делаем, да. Смотрите, голова у нас уже есть. Сейчас мы уже сложили... Ангелина, я уже сделала. Молодец. Сложили треугольник наш квадрат. И теперь мы заворачиваем вот так вот наш уголочек. И что это получается? Тело. Хвостик. Что это? Хвостик. Ребята, а вы знаете, откуда к нам пришло реками? Из Китая. Из Китая, да? В Китае это символ удачи. Молодец, Настенька, так и есть. Ребята, давайте разберём слово. Ори по-японски это складывать, а камень это бумага. То есть что получается? Оригами. Оригами. Оригами складывание бумаги, да? Да. Так, наши собачки уже готовы, поэтому мы их поставим, и они будут внимательно нас слушать, да. Оригами, а мы будем им личико рисовать. Давай чуть-чуть позже, а сейчас мы поговорим, что же такое искусство складывания бумаги, да? Да. Что такое оригами? Оригами это искусство. Да, мы с вами уже сказали, искусство складывания бумаги. Оно к нам пришло откуда? Из Китая. Хотя название из японских слов, да? А вы знаете то, что из этого можно сделать из оригами? Конечно, журавлики, цветочки. Молодцы, ребята, так и есть. Считается, что первая бумага была изготовлена в Китае, а не в Японии, да? Да. И только через несколько сотен лет уже в Японии появилась бумага. Кстати, китайская бумага была немножко хуже. И когда первый раз изготовили в Китае бумагу, ее процесс изготовления был в строжайшей тайне. Это был огромный секрет, да? Да. А на какого цвета было? Белого? Думаю, что да. Тогда, естественно, был дефицит бумаги, потому что ее было очень мало, да? То есть ее только изготовили. Она была такой драгоценной, да? Поэтому все изделия из нее, и в том числе оригами, использовались столько богатыми людьми. Кстати, а какие фигурки, как вы думаете, делались тогда? Журавлики. Правильно. Журавлик тоже тогда был. Та птичка, да? С длинной-длинной шеей. Именно она, кстати, и символизировала удачу и счастье. А это? Но самой распространенной, самой известной была фигурка Котосиро. А что это такое Котосиро? А я вам сейчас расскажу. Это фигурки в виде кукол. Также в Японии были популярны коробочки из бумаги. У них даже их клали подарки. Потом они стали более популярными, и ими украшали дома. А, представляете? О, как здорово. Ангелия, теперь понятно, откуда появилась бумага. И откуда пришла оригами. Только мы собачки забыли нарисовать носик, ротик и глаза. А мы сейчас этим и займемся во время того, как будем смотреть мультфильм. Смотрим мультфильм, мои хорошие, сладких снов. Пока-пока. Субтитры создавал DimaTorzok